Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня» и в гостях у нас сегодня главный врач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврякова. Светлана Лаяковлевна, здравствуйте! Один из поводов для нашей встречи – это недавние вспышки менингита в Харьковской области и, собственно, уже тревожные новости приходят из Николаевской области. Собственно, я вас пригласила для того, чтобы разобраться, что такое менингит, что это заболевание, насколько действительно это опасно и как часто встречается оно у нас в нашем городе. Менингиты бывают разные. Бывают менингиты серозные, бывают менингиты гнойные. Серозные менингиты, вот о чем вы говорили сейчас, это менингиты, которые вызваны вирусами, вирусного происхождения. Чаще всего серозные менингиты вызываются энтеровирусами. Чаще всего это вирусы коксаки, эко. Это причина возникновения этих менингитов в данной ситуации. Энтеровирусы, по идее, это лето, вода. Чаще всего, да. Эти вирусы очень широко распространены в природе и достаточно устойчивы во внешней среде. И характерно весна, лето, начало осени. Для роста заболеваемости, да. Потому что заболеть человек, значит, распространяет вирус человек. Источником инфекции является больной человек явной формой энтеровирусной инфекции, либо скрытой формой. Она протекает в разных, она очень многообразная, имеет многообразные клинические проявления. Ну, самое такое тяжелое, если, ну, не самое тяжелое, но одно из самых тяжелых проявлений этой болезни, интервирусной инфекции, это серозный менингит. То есть это вот самое опасное. Это серозный менингит, самое такое осложнение. То есть не осложнение, а такое тяжелое проявление вирусной инфекции. Оно просто влечет за собой, так понимаю, больше осложнений. Оно просто тяжело протекает. Сам по себе менингит протекает тяжело. Хотя по сравнению с менингитами другой теологии, например, туберкулезным менингитом, который тоже является серозным менингитом, конечно, туберкулезный менингит протекает гораздо тяжелее. Но мы сейчас говорим о менингитах вирусного происхождения, то есть о серозных менингитах, которые вызваны энтеровирусами. Заболевание начинается остро. Сначала может быть с высокой температуры, появляется головная боль, может быть рвота. У каждого пациента, а болеют чаще всего дети в возрасте до 10 лет, конечно, и молодые болеют, и взрослые болеют люди, но чаще всего это дети, самый поражаемый контингент для всерозных менингитов – это вирусного происхождения, это дети до 10 лет, в среднем до 10 лет. Поэтому если у ребенка или у взрослого есть два из перечисленных мной симптомов – высокая температура рвота, головная боль, если 3, или высокая температура головная боль, или высокая температура рвота, каждый доктор всегда думает о том, что, возможно, это начинается менингит, и, соответственно, этому ведет себя и проверяет наличие у пациента менингиальных знаков. То есть это достаточно тяжелое заболевание, которое требует немедленной реакции. То есть пациент не может находиться дома ни в коем случае, пациент обязательно должен быть изолирован, во-первых, от других членов семьи, потому что вирус разделения происходит и воздушно-капельным путем, и с испражнениями человека, то есть окружающие люди также могут инфицироваться. Кроме того, пациент нуждается в срочных лечебных и диагностических мероприятиях. Поэтому пациент с диагнозом, с подозрением на менингит, мы не знаем, когда пациента приводят к нам, какой у него менингит. После того, как мы проводим соответствующие манипуляции, то есть производим люмбальную или спинно-мозговую пункцию, после этого мы можем сказать, какого происхождения менингит. Он гнойный или серозный, то есть вирусный или бактериальный. То есть я правильно понимаю, что при подозрении именно на менингит обязательно берут эту пункцию? Да, если состояние пациента позволяет. То есть если в момент поступления состояние очень тяжелое, пациент находится в состоянии шока, конечно, никто ему не будет делать спинно-мозговую пункцию. Но в любом случае это единственный вид диагностики. Это обязательное мероприятие. Почему? Потому что, с одной стороны, это диагностическая процедура. Мы должны знать, с чем мы имеем дело, с гнойным или с серозным. От этого зависит тактика лечения. От этого зависит количество медикаментов, которые мы назначаем. Длительность приема этих медикаментов. И второе, спинно-мозговая пункция производится с лечебной целью. Вот спинно-мозговой канал, грубо говоря, трубка стеклянная. Внутри которой находится спинной мозг. В том месте, где делают пункцию, там только корешки от спинного мозга, которые плавают в жидкости. Это я так обратно говорю. Выхода жидкости это не имеет. То есть если наступает воспалительный процесс, менингит это воспаление мозговых оболочек, происходит увеличение, выработка этой жидкости, давление повышается, и у человека возникает головная боль и рвота. Вот первые признаки менингита – головная боль и рвота. Поэтому если мы делаем пункцию, извлекается небольшое количество, совершенно небольшое, несколько миллилитров жидкости, давление снижается, и пациент, которому сделали эту пункцию, получает облегчение. То есть и с лечебной целью тоже. Поэтому процедура – это обязательно. Светлана Яковлевна, что касается вспышки? То есть что можно называть вспышку и вообще, что является, скажем так, нормальным уровнем заболеваемости? Я так понимаю, что сирозными менингитами у нас встречаются. Это не редкость. То есть нельзя говорить о том, что произошло. Нет, конечно. Заболевания бывают единичные случаи, которые встречаются у нас сейчас. В течение 9 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество заболевших с сирозными менингитами на прежнем уровне. Не изменилось. Сколько это человек? Абсолютно нет. В прошлом году было 29, в этом году 30, в прошлом году, в этом году 29, вот аналогичный период. То есть роста заболеваемости у нас нет. Это нормальная ситуация? Я не могу сказать, что это нормальная ситуация. Любая болезнь – это ненормальная ситуация. Это называется единичные случаи. Если подряд возникает несколько случаев заболевания менингита, особенно если это какой-то закрытый коллектив, школа, детский сад. Садик или еще какие-то другие закрытые коллективы. Собственно, то, что предполагают парковство области. Тогда можно говорить уже о росте заболеваемости, о вспышке, если это несколько случаев. Но в любом случае, если это заболевание присутствует, оно хоть и редкое, но бывает, но в всяком случае нужно знать его симптомы. Нужно знать почему. Потому что если есть вот такие признаки, лучше обратиться к врачу. Потому что я же говорю, точно так же может начинаться кишечная инфекция, о которой мы неоднократно говорили. Тоже высокая температура работы. Ну, разве что в этом случае будет сильнее головная боль. Поэтому обязательно доктор посмотрит, увидит, есть менингиальные знаки, нет менингиальных знаков. Его привезут в инфекционную больницу. Определяться с диагнозом. То есть серозный менингит энтеровирусного происхождения, он в общем-то протекает не так тяжело, как другие менингиты, особенно гнойные. Тихо. Вот гнойный менингит – это менингококковая инфекция, правильно понимаю? Есть различные менингиты, которые более остро и более тяжело протекают, менингококковый. Кроме того, очень тяжело протекают менингококковый. Их очень много гнойных менингитов. Причина – это различные бактерии. Самый такой быстро протекающий, он протекает, знаете, как симптомы нарастают, как пожар в степи. Высокая температура, головная боль, рвота. Появляется сыпь, которая очень быстро распространяется. Вот это признаки начинающейся менингококковой инфекции. Поэтому если вдруг возникло такое заболевание и появилась какая-то сыпь, нужно немедленно вызывать врача. А вот такие случаи, насколько часто происходят? Единичные случаи менингококковой инфекции есть всегда в течение года. Единичные случаи менингококковой инфекции. Ну что ж, об этом нужно знать. Что касается лечения, то есть я понимаю, что вирусы, наверное, менингококковые инфекции принципиально разными образом лечатся. Ну конечно, схема лечения отличается от серозных менингитов, от менингитов бактериального происхождения, то бишь менингококковой, в частности, инфекции. Совершенно разные препараты применяются. Противовирусные препараты мы назначаем в случае серозного менингита и не назначаем их при менингококковой инфекции. Там пациент нуждается в антибиотиках. То есть, действительно, есть разница. Конечно, конечно, есть разница. Это антибиотики и вирусные инфекции. Тоже антибиотики, но там они более маленькой дозе. Это уже тонкости лечения, но в всяком случае эти менингиды протекают более легко, чем гнойные менингиды. Не все. Конечно, каждый пациент болеет по-своему. Здесь я хочу перейти к другой цели нашей беседы. Сегодня это, собственно, вирус гриппа, который, как традиционно, вспышка наверняка будет в конце осени, начале зимы. И, собственно, вирусы, как мы уже часто слышим о том, что вирусы не лечатся антибиотиками. То есть, вирусы лечатся противовирусными препаратами. Это такой, знаете, лозунг, я бы сказала. Не назначайте антибиотики, вирусы антибиотиками не лечатся. Но антибиотиками лечат осложнения, которые возникают. Вирус гриппа опасен чем? Во-первых, тем, что он очень быстро мутирует, то есть видоизменяется. Если все же наше население уже знает, что каждый год вакцины, бывает только название одинаковое, а штаммы совершенно разные. А состав разный. Потому что вирус гриппа настолько быстро изменяется, что постоянную вакцину, как, например, вакцина против кори, вакцина против свинки, вакцина против других заболеваний, невозможно придумать. Она должна быть каждый раз новая вакцина. Понимаете? Во-вторых, он очень быстро, заболевание протекает очень бурно и вызывает осложнения. И вот когда осложнения, да, тут уже от антибиотиков, наверное, отказываться нельзя. Очень быстро развивается. Мы, это жители нашего города, это помнят. Вспышку 9-10 года. Негмония. Конечно. И вспышку конец 15-го, начало 16-го года. То, что прогнозировали, в общем-то. В прошлое зима, да. Незначительное количество пациентов было, а в прошлом году было большое количество пациентов, и заболевание протекало тяжело. И со сложнениями. Конечно. И были очень тяжелые пневмонии, которые очень тяжело протекали. Так вот, в этой ситуации, когда есть осложнения, одни противовирусные препараты не помогут, потому что без антибиотиков пациент просто умрет. В этом году еще у нас опять-таки новый состав штаммов. Все говорят о гонконгском вирусе. Знаком ли он нашим инфекционистам, что это за вирус, как он протекает? Дело все в том, что в этом году, на сезон 16-го, конец 16-го, 17-го год, эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения, они прогнозируют три штамма гриппа. Это H1N1, калифорнийский грипп, известный нам по предыдущим вспышкам. Это H3N2, вот этот Гонконг, с которым мы встречались раньше, в 2014 году частично он был, в предыдущие годы бывал. И вирус гриппа B, Брисбен, мы с ним тоже встречались. Вирусы группы B обычно... Обычно они завершают вспышку, они в конце вспышки, как правило, они более легкие. Но хотя я вам хочу сказать, что, к сожалению, и в прошлом году у нас были, в начале этого года были тяжелые случаи гриппа, которые вызваны были штаммом гриппа B. Штаммом гриппа B. Но вот мы все-таки тогда вернемся к... То есть калифорнийский он знаком, потому что в прошлом году вам, к сожалению, довелось уже очень часто с ним сталкиваться. А гонконгский, то есть вы с ним сталкивались, но редко... Сталкивались, но как он повезет себя, вот сложно сказать. То есть каждый год все равно один и тот же штамм, иначе себя ведет? Они мутируют, эти штаммы, они по-разному себя ведут. Вот видите, мы надеялись, что большое количество населения переболело штаммом гриппа H1N1. А тем не менее в этом году заболевание протекало достаточно тяжело и было очень много заболевших. У нас дело все в том, что, к сожалению, в нашей стране очень невысок, в отличие от других стран, процент привитых... Вакцинация. Да, очень невысок процент. У нас всего составляет 0,3-0,5% наше население перебивается. Ну, есть обязательные категории, а те кто... Риска не относится к обязательным прививкам, она носит рекомендательный характер, но тем не менее существуют группы риска, которым желательно, конечно, было бы подумать о том, что нужно будет сделать в конце октября, в ноябре, может быть, нужно будет сделать прививку. Сейчас пока вакцины еще в городе нет, еще не получили, но вот ждут ее со дня на день. Поэтому контингенты риска – это лица, которые страдают хроническими заболеваниями, особенно хроническими заболеваниями легких, сахарный диабет, беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, пожилые люди старше 65 лет, те, которые медицинские работники. То есть есть медицинский риск, есть социальный риск, это студенты, школьники, те, которые встречаются с большим количеством людей. Медицинские работники – это медицинский риск, они вообще на переднем положении. А вот по вашему опыту, человек, который защитил себя прививкой, он не заболеет или просто он может заболеть, но он будет переносить это заболевание в легкий ход? Он переносит легче, и у него не так часто возникают осложнения. То есть прививка не является гарантией, но она позволяет легче переносить? Нет, в этой ситуации нет. Но, как правило, очень многие люди, которые вакцинированы, они не болеют. И, по-моему, последний вопрос в таком случае. То есть в преддверии, опять же, сезона вирусов очень многие стремятся укрепить иммунитет. Кто-то естественными продуктами, витаминами, кто-то медицинскими препаратами, содержащими интерфероны и так далее. Как вы к этому относитесь? Каждый врач к этому относится по-своему. У каждого есть по этому поводу свое мнение. Я всегда говорю, что иммунитет, как восток, дело тонкое, поэтому укреплять его или снижать, или увеличить – это очень такое дело. Вмешаться в иммунитет нельзя. У нас у всех практически нормальный иммунитет. То есть лучше натуральный продукт. Вы знаете, у нас нормальный иммунитет. Есть очень небольшая категория пациентов, у которых в силу разных причин, серьезных причин, тяжелое заболевание, тяжелый иммунодефицит, химиотерапия, рентген-терапия, которую пациент переносит, или врожденные какие-то иммунодефицитные состояния. Вот там действительно речь идет о снижении иммунитета. А так, немножечко эта проблема надумана. Если человек в принципе здоров, то достаточно нормального, полноценного питания, прогулок на свежем воздухе, то, чего мы все знаем, и никогда в силу разных причин нашей жизни не можем делать, просто нужно себе уделять любимым внимание. А вот закалять, если закалять детей, закаляться самим, это сейчас уже поздно. Это нужно было делать весной, прогулки у моря, холодная водичка морская, ножки ребенка, босичком бегать в квартире. Оздоравливаться надо летом. Закаляться нужно летом. И желательно все-таки пользоваться нашим морем, потому что у нас море – это источник нашего здоровья. Ну, разумно, конечно, в разумных пределах. Потому что это… А вот все препараты, которые называются… Это не противовирусные препараты, это в основном иммуномодуляторы. Это каждый решает себе сам. Их великое множество препаратов. Каждый препарат, врач, у каждого врача есть свои препараты. Любимые, да. Да, любимые, почему они любимые? Потому что он пользовался, они опробованы. То есть это препараты, которые способствуют. Способствуют. Называть я их не могу, потому что скажут, что это скрытая реклама. Поэтому у каждого есть свои препараты. Их очень много. Действуют они примерно одинаково. Но все-таки можно… Очень осторожно относиться к приему различных препаратов. В любом случае, по назначению врача. Конечно, только тогда, когда это необходимо. Ничего лишнего человеку не нужно. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу. Действительно, самый главный ваш совет – это любить себя, уделять себе время, своему здоровью. Спасибо. Я желаю нам всем здоровья в этом сезоне, который приближается к сезону вирусных инфекций. Будем надеяться, что. И крепкого иммунитета. Спасибо большое. Напомню, что в гостях у нас была главврач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврякова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok